В ночь на среду в селе Сосновка 25-летний автолюбитель сбил пешехода. Мужчина скончался на месте событий, не приходя в сознание. Он попал под колеса Toyota Mark II, в которой ехала компания из троих молодых людей. Приятели направлялись в город. Мужчина вышел на дорогу неподалеку от кафе Урсдон, в самом центре поселка. Здесь же расположена автобусная остановка и пешеходный переход. Однако водитель настаивает, что человек пересекал проезжую часть в стороне от зебры, метрах в десяти. Удар был такой силы, что выжить у пострадавшего шансов не было. Молодой водитель почти наверняка станет фигурантом уголовного дела. Полицейские уверены, что автомобиль ехал со скоростью заметно больше разрешенной на этом участке. ЧП произошло в границах населенного пункта, где максимально допустимый темп движения 60 км в час. Но судя по длине тормозного следа и повреждениям машины, эту цифру можно удваивать. Еще одно серьезное происшествие, связанное с пешеходами, произошло уже в черте Хабаровска на Пасху. Близ Дельфинария автолюбительница не увидела на зебре двоих девушек. При оформлении этого ДТП выяснилось, что хабаровчанка села за руль нетрезвой. 49-летняя хабаровчанка не заметила подруг, которые шли через дорогу в сторону реки. Митсубиши Дион ехал по второму ряду. Шофер, двигавшийся по первой полосе, людей заметил и притормозил. Автолюбительница же проявила недальновидность, которую уже через 5 минут попытались компенсировать медики. По словам очевидцев, подняться на ноги после удара могла только одна пострадавшая. В больницу увезли обеих пациенток. У 24-летней горожанки повреждение черепа и перелом пальца. У ее 21-летней спутницы более тяжелая черепно-мозговая травма. Сбегать виновница ДТП не стала, но и рассказать полицейским ей особо было нечего. Ехала, не заметила. Они оттуда шли. Я даже не могу сказать. Я затормозила их. Не знаю. Может быть, вот что-то отвлекло в этот момент. Ничего не было. Тест на трезвость автолюбительница провалила. Портативный анализатор определил у хабаровчанки среднюю степень опьянения. Водительский стаж женщины составляет 17 лет. За всю свою водительскую карьеру в ДТП она не попадала ни разу. Горожанку лишат прав. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов. Одно из самых нетривиальных ДТП этой недели случилось на автодороге, которая соединяет поселок имени Горького с селом Восточным. Здесь из кузова грузового автомобиля на ходу выпала буровая установка. В механизм весом более тонны тут же врезалась ехавшая следом Ниссан Тиида. При этом оказались травмированы два человека. Водитель и пассажир иномарки. Для хэтчбека такой удар был равносилен столкновению с бетонной стеной. Автомобиль отскочил от металлической конструкции и рухнул в кювет. Мы столкнулись. Она резко, неожиданно упала. Хоть 60, но по-любому она сколько там тяжеленная. Ударились мы об нее сильно. Видите, все, двигатель все в восстановлении подлежит. Мы несколько раз перевернулись. Хорошо были оба пристегнуты. 57-летнего гражданского супруга автолюбительницы пришлось госпитализировать. Он пострадал куда серьезнее женщины. Все лицо в крови, вот так все тепло по лесу. Течет с головы, разбил сильно голову. В общем, глубокий очень... Терево, черепно-мозговая травма. Да, очень сильно глубокая. У 56-летней горожанки, управлявшей Ниссаном, врачи заподозрили перелом ребра. Но от госпитализации женщина отказалась. Вместе с горожанкой писать объяснение сотрудникам автоинспекции пришлось и 26-летнему шоферу грузовика. Митсубиши двигался в село Гаровка-1. Там мужчине предстояло бурить скважину для воды. О том, что бур выпал из кузова, водитель узнал постфактум, когда авария уже произошла. В зеркала задние не видели, да? Нет, нет. Там быстро просто все так получилось. А у вас закреплена была установка? Да, закреплена. На что? Перекиды. Ну, специально. А вес у нее сколько? В около тонны. Мужчина объяснил и причину произошедшего. Разрыв удерживающих установку тросов. Крушение попало в объектив видеорегистратора машины, ехавшей позади Тииды. Митсубиши движется навстречу автолюбителю. Все происходит за какие-то доли секунды. Установка выпадает из кузова. Тиида, оставляя за собой стол пыли, пропадает из поля зрения камеры автомобильного черного ящика. Пара, ехавшая в Тииде, направлялась на дачу в село Черная Речка. Восстановлению их иномарка теперь не подлежит. Оба автолюбителя прошли освидетельствование и оказались трезвы. С места происшествия Константин Ковешников, Анна Карпова и Павел Рогатин. Погоня недели. В ночь на среду автоинспекторы преследовали автонарушителя, который при попытке сбежать от полиции устроил опасное ДТП. Беглец врезался во внедорожник, на котором ехала семейная пара. Причем приближающегося лихача шофер джипа не видел. По какой причине узнаете из следующего репортажа. Ниссан Цефира. Полицейские попытались остановить близ улицы Советская. Уже через минуту пересекали главную улицу города. В 4 часа утра дорога пустая. Это позволяет беглецу маневрировать на всю ее ширину. Правила движения он нарушает осознанно и грубо. Едет на красный, выезжает на встречную полосу. Чтобы сделать машину менее заметной, беглец выключил фары. Скорость этого приведения 100-120 км в час. В прибрежном микрорайоне наряду удается поравняться с лидером. Останавливаться нарушитель не хочет, продолжает набирать скорость. У затона РЭП-флота дорожная ситуация меняется. Кортеж нагоняет другие машины. Причем их водители в зеркала заднего вида наблюдают только патрульный автомобиль, хорошо видимый из-за проблесковых маячков. Беглец совершенно незаметен, поскольку фар так и не включил. На полном ходу он врезается в джип. Что? Волга ДТП! Волга ДТП у нас! Задержать нарушителя удается без труда. Он был дезориентирован столкновением. Ему 25 лет, водительских прав не имеет. Более того, не трезв. Показания алкотектора более полутора промилле. Средняя степень опьянения. Скорую помощь на место аварии вызвали вовсе не для него. В джипе ехала семейная чета. Травм супруги не получили, однако у женщины поднялось давление от переживаний. И волноваться было от чего. После того, как автохулиган врезался в их машину, Санг-Йонг понесло на столб. 57-летнему водителю удалось мгновенно мобилизоваться и вырулить. Правда, машина при этом чуть не перевернулась. Меня начинают выносить на столб. Я обруливаю столб, но машину чуть не положил. Развернул ее. Удар был совершенно неожиданным. Шофер джипа Цифира не видел. Услышав звук сирены и заметив сзади проблесковый маяк, автолюбитель включил указатель поворота, чтобы остановиться на обочине. Он полагал, что полицейские хотят остановить его машину. Услышал сирену, посмотрел в зеркало, смотрю в полицию. Я включил поворотник прижиматься, перестроился в ряд. Пролетела одна машина проскакивает, вторая бьет меня. В Санг-Йонг беглец врезался на скорости 80 км в час. Внедорожник действительно имел все шансы врезаться в стальную световую опору. Однако помогли мастерству водителя и масса автомобиля. Лихачу грозит административный арест и 30-тысячный штраф. Цифира был эвакуирован на арест площадку. С места происшествия Сергей Половектов, Александр Ефанов и Степан Симонов. Напротив спортивного комплекса «Ерофей» в среду утром в результате аварии оказалась ранена 24-летняя девушка, пассажир «Тойоты Калдины». В больнице пострадавшей поставили диагноз – сотрясение головного мозга. Однако авария запомнилась не только этим. Приехавшие полицейские перевернули сознание участников ДТП. Виновником был назван автолюбитель, ехавший по главной дороге. За рулем универсала был 28-летний горожанин. Он двигался в сторону центральной части города. Его ровесник на Митсубиши Паджеро выезжал из двора многоэтажного дома и собирался направиться в противоположную сторону – к южному микрорайону. Авария представляла собой классический вариант ДТП, когда один водитель не предоставил преимущества другому. По крайней мере, так инспекторам казалось на первый взгляд. Камнем преткновения стало место удара. Машины замерли на полосе разгона – встречное относительно движения «Калдины». Шофер универсала утверждал, что занять этот ряд его вынудил другой автолюбитель, ехавший в попутном направлении. Он резко перестроился перед капотом иномарки, не оставив водителю «Калдины» выбора. Я ехал во втором ряду. Машина с первого ряда начала перестраиваться в правый ряд. Всё. Выдавила меня, и всё. Я что-то на неё не ударил. Пришёл, а все из попутника даже что-то не видал. По данным полицейских, авария произошла в 8 часов 15 минут. На улице Павла Морозова в это время движение обычно весьма плотное. Из-за потока машин, пропускающих Паджеро, водитель внедорожника, приближающийся универсал, не видел. Стояла легковая, у меня она просматривалась, его я не видел. С какой скоростью он шёл, то есть только выезжать, вот он здесь всё. Больше ничего не могу. По поводу автомобиля, который выдавливал «Калдины»? Я не заметил, там пробка была, как автомобиль. Но все стояли? Стояли все. Виновником ДТП, вопреки обычной практике, инспекторы назвали водителя, ехавшего по главной дороге. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин. Наша программа продолжается. Смотрите в заключительной части выпуска. Ночной автофоб. На клубной улице неизвестный поджог, стоящий во дворе дома Харриер. А до этого прокалывал шилом колеса припаркованных здесь же машин. Заряжай. Близ завода отопительного оборудования во время очистки подземного коллектора найден снаряд к пушке времён Второй мировой. Он оказался боевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова